Всем привет, с вами Настя и Раф, и это новости вне эфира, где мы обсуждаем интересные события, забавные случаи и курьезные факты. И сегодня мы узнаем, можно ли привезти в Москву бриллиантов на 10 лямов и остаться безнаказанным. Нет, нельзя. Не спойлеры. Поехали. В аэропорту Шереметьево задержали 52-летнего пассажира из Дубая, который пытался провести в Москву алмазы и бриллианты на 10 миллионов рублей. В его багаже нашли завернутый в футболку бокс, где было 206 синтетических камней. Любопытнее другое объяснение, которое дал нарушитель. Он заявил, что привез камни для украшения кухни. Может быть, это был Филипп Киркоров? Да нет, Филипп все эти стразы и камешки использовал бы для того, чтобы украсить твой очередной костюм или трусы. Но точно не кухню. А еще у него обязательно были бы перья. В Бразилии была замечена целая колонна капибар, неспешно шагающих куда-то по своим капибарским делам. В Бразилии капибары на улицах привычное явление. Их часто замечают возле жилых домов. Мне кажется, еще чуть-чуть и капибары просто захватят весь мир. Они уже захватили. В честь них открывают парки, рестораны и даже сочиняют песни. А я знаю, я сам тебе их пел. Да, я все еще пытаюсь об этом забыть. В китайском городе Шэньчжэнь внедрили очень полезное изобретение. Лазеры, подсвечивающие ноги пешеходов. Благодаря этому их лучше видно для водителей, особенно в темноте или при плохой видимости. Такая технология помогает сделать дороги безопаснее. В прямом смысле в ногу со временем уйдут. А можно играть в шпиона из фильмов «Миссия невыполнимая» и пытаться обойти лазер. Ага, и попасть под машину. Это вечно ты все портишь. На Багамах придумали йогу с фламинго. На курорте Багамах гости могут постичь свой внутренний дзен в компании розовых фламинго. Организаторы обещают незабываемое впечатление, антистрессовый эффект и поднятие настроения. Похоже, птицам такие занятия тоже очень нравятся. Я читала, что фламинго очень социальные птицы, им такое и правда может быть по кайфу. И они могут стоять долго на йоге в позе деревом. На одной ноге. На одной ноге. В калифорнийском городе Петалума прошел конкурс «Самая уродливая собака в мире», на котором победил пекинес по кличке Wild Ten. Для Пёселя это уже пятое участие в конкурсе и первая победа. Он и его хозяйка Энн Льюис получат 5000 долларов призовых и приглашение на шоу NBC. Конкурс проводят на протяжении почти 50 лет. Организаторы отмечают, что цель конкурса – не высмеивать уродливых собак, а показать уникальность каждой собаки и подчеркнуть важность усыновления животных. За 5000 долларов я бы готов, чтобы меня признали самым уродливым человеком в мире. Я уверена, что такие конкурсы и среди людей тоже проводятся. Каждое утро понедельника в метро. Да, только совершенно бесплатно. И это были все новости вне эфира. С вами были Раф и Настя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова